Он спрашивает, о Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства? Несколько моментов важных, и в том числе то, что здесь не про преданных речь, я покажу сейчас. Первое, в самом тексте говорится не о притворщиках, те, кто с верой становятся на этот путь, то есть искренние люди с верой встали, хотели достичь Даршина Параматмы, все искренне, отреклись от всего, прям по-настоящему взялись, не припрятались в тайнике что-то такое, чтобы вдруг, если что, вернемся. Нет, все бросили, пошли в лес, стали заниматься дьяно-йогой, но не смогли достичь успеха. Почему? Прельстившись мирскими удовольствиями, ну то есть мистические силы или еще какие-то, не знаю, земляника, черника, ну прельстившись они чем-то. Всякое бывает, но не специальный человек, искренне шел вперед, но не совладал с умом, очнулся в малиннике. Что делать, непонятно. Вот как быть такими людьми, что с ними будет? Аржуна переживает за них. Лучше всего подходит для нынешней эпохи бхакти-йога, ибо это самый легкий и прямой путь постижения Бога. Чтобы еще раз удостовериться в этом, Аржуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. О Магачаруки Кришна! Разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений, и не исчезает подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежище? Здесь аналогия. Разорванное облако. Вы понимаете, да, о чем речь? Разорванное облако. То есть, было это облако, от него оторвался кусочек. И так как он остался без большого облака, его постепенно раздуло в стороны, и оно исчезло. Вот он не принял прибежище, от старого оторвался, а у нового не принял прибежище. И он просто потерялся. Ответ Кришны. Почитаем. Верховный Господь сказал, о сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель. Внимание, внимание. Ни в этой жизни, ни в следующей. Эту вещь вам подчеркнуть, что йога, в том числе и бхакти-йога, и тем более бхакти-йога, любое усилие в бхакти-йоге – это огромная, огромная работа, очень оцениваемая, очень ценная с кармической точки зрения работа. С другой никакой деятельностью это не сравнится. Поэтому не проходит это зря. Все это зачтется. Йог, не сумевший достичь совершенства после смерти, долгие годы насхождается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых знатных людей. Здесь идет речь о йоге, который практиковал духовную жизнь, он шел к духовному совершенству, но в какой-то момент ему захотелось в рай, и это считается падшим йогом, и, соответственно, он получает этот рай. Он хочет рай, и тех аскез, которые он совершал, достаточно, чтобы попасть в рай. Да, я забыл сказать в прошлом стихе, что человек не теряется ни в этой жизни, ни в следующей. В следующей жизни более-менее понятно. То есть, если человек вел праведный образ жизни, пусть даже с материальными мотивами, в какой-то момент он захотел рай, ему райские планеты дадут. Но вот как насчет этой жизни? То есть, вы вспоминайте, что вот если бы не практиковали Харе Кришна, как выглядела бы наша жизнь? Ну, и понимаете, да? То есть, то, что даже мы в этой жизни практикуем сознание Кришны, вот эти блага бхакти-йоги, они сказываются уже на этой жизни. И что делает Кришна? Хотя, конечно, прарабда карма проявлена в гороскопах преданных, да? И они видят, ну, вот прям смотрят в гороскопы, ну, вроде бы прям как написано в гороскопе. Так и не так. Человек проживает этот гороскоп более благородно. И Кришна, называется Кришна-карма. Кришна использует Ваши гороскоп, Ваши какие-то события, Ваши жизни, и так их подстраивает, чтобы это было благоприятно для Вашего духовного развития. Поэтому бхакти-йога меняет прарабда карму в том смысле, что она меняется в ту сторону, чтобы это было хорошо для духовного развития. Поэтому можно сказать, что тот, кто совершит благие дела, ничего не теряет ни в этой жизни, ни в следующей. Обретает все хорошее. Гатых и знатных людей. Почему? Чтобы не думать о том, что есть и как жить. То есть, чтобы у него были все условия, чтобы у него было время подумать о жизни, а, может быть, стать еще раз на этот путь. У них и время есть на бхакти-шастру съездить. Все, ну, как бы Кришна все дал. И чтобы они не думали о каких-то бытовых вещах, им дают хорошее рождение. Он искренне занимается практикой йоги и, в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверной, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели. Вот пять стихов описывается человек, что ждет йога после, если он не успел дойти. То есть, он рождается в семье преданных или йогов, в нем божественное сознание просыпается, он сразу привлекается сутью духовной практики, а не внешними какими-то заманушками в форме плодов. И он опять становится на этот путь, решительно продолжает и, может быть, еще одну жизнь этому посвящает. Потом опять рождается еще одну жизнь, потому что йога требует много жизней. Бхакти-йога может быть для кого-то тоже не одна жизнь, но все равно, если сравнивать с йогой, аштанга-йогой, количество разное, потому что механизм разный. Если аштанга-йог надеется на свои силы, там нет элемента шаранагати. Тогда как у бхакти-йога есть элемент шаранагати, это все сокращает сразу же, потому что там силы к Кришне подключаются. Может быть, одна-две жизни, сколько ты там жизней, но это с йогами не сравнится, которым надо много-много-много жизни это делать.